А сейчас мы рассмотрим, какое влияние оказывает кальций, и где его можно найти. Чему учит этот мир? Какой самый лучший источник кальция в мире? Молоко. Покупайте молоко. Я не буду рассматривать эту тему подробно, мы с ней завтра разберемся. Интересная будет лекция, не пропустить ее ни за что на свете. Будет весело. Она называется «Чрезвычайно удивительно». Но низкая усвояемость кальция — вот что мы имеем с молоком. В молоке только 25% кальция из коровьего молока действительно усваивается организмом. 75% проходит и выходит. Женское молоко, хотя и содержит в половину меньше кальция, чем коровье молоко, гораздо лучший источник кальция из-за высокой усвояемости. Вот вам уже разница. И затем кале — это листья зеленой капусты. Зелень репы или кунжутные семечки являются лучшим источником по той же причине. Поэтому вот вам хорошие источники кальция. Вся темная зелень — это хороший источник кальция. Взгляните на содержание кислоты в продуктах. «Рыба» дает вам 7,9 милиэквивалентов кислоты на 100 грамм. Это довольно много. «Хлеб» дает 3,5, «Мука» — 7, «Макароны» — 6,7. Это меньше, но все же немало. Если взять мясо, то получим 9,5. Но если взять сыры с малым содержанием белка — 8, с большим содержанием белка — это, в общем, твердые сыры — 23,6. То есть это катастрофа. Целая катастрофа. Как вы собираетесь нейтрализовывать эту серную нагрузку? Вот ответ. Фрукты и овощи дают негативную кислотную нагрузку. Это уже что-то. Но, к сожалению, организм реагирует на кислоту только в одну сторону. Когда она попадает в ваше питание, в игру вступает гормональная реакция. И у вас происходит кальциевый стресс. Итак, здесь показан средний уровень pH в моче кроликов, которых кормили соей и козеином. Этот эксперимент, который мы проводили, и вы видите, что соя делает мочу гораздо более щелочной, чем козеин. Я даже своим студентам предлагал пройти такой тест. Я предлагал им протестировать кислотность слюны и мочи вегетарианцев. Не вегетарианцев, из обычных людей, а также растафарианцев. Растафарианцы — это вегетарианцы, которые полагают, что в своих религиозных ритуалах им необходимо курить много марихуаны и наркотиков. Но они — вегетарианцы. И мы обнаружили нечто очень поразительное. У всех вегетарианцев была щелочная моча, а у невегетарианцев — кислотная. И у всех вегетарианцев была щелочная слюна, но не у растафарианцев. У них была кислотная слюна из-за наркотиков, которые они курили. И у мясоедов была кислотная слюна. Так что они были кислотными с самого начала. Выведение кальция с калом. Когда мы кормили этих кроликов, те, что были на казеине, это белок в кисломолочных продуктах, он как насквозь прошел. Так что они ничего не усвоили, если они питались казеином. А если они питались соей, уровень усвояемости был гораздо выше, больше, чем в два раза. Кальций в моче... То есть даже тот, что они впитали, когда были на казеине, они его спустили с мочой. Дело в том, что организму нужно защищаться от кислоты, и он выделяет большое количество антоцида, который он берет из костей. И это отложение карбоната кальция, который выбрасывается в кровоток, чтобы нейтрализовать кислоту. И затем все это уходит с мочой. Иногда, чтобы нейтрализовать кислоту в нашем организме, мы выделяем столько кальция из костей, что почки не могут справиться и выпустить его. Тогда его надо откладывать. А где его откладывать? В суставах и во всех этих местах. И затем что? Появляется тугоподвижность суставов, подагра, боли, артритные заболевания и прочее. И все это вызвано таким питанием. Итак, вот класс продуктов, где вы найдете хороший источник растительного белка, не приводящий к остеопорозу и не выводящий к кальций. Это соевые бобы. Их можно консервировать, замораживать и готовить где угодно. зелень, калея, брокколи, пекинская капуста не хуже молока, что касается кальция. Немало газет подтверждают эти эксперименты. Вот что вы видите сейчас на экране, это источник кальция. Вы когда-нибудь видели лошадь, бегущую за коровой, со словами, «Прошу прощения, выдайте мне порцию кальция на сегодня». Да или нет? Нет. Есть только одно создание на Земле, которое делает так. И это человек. Думаете, кошкам это надо? Или это мы приучили кошек? А знаете вы, что в ветеринарные сообщества мира выпустили предупреждение «Не кормите ваших кошек молоком, потому что у них почки отказывают из-за кислотной нагрузки, которую оно вызывает?» Ваша кошка начинает мочиться кровью и затем умирает. «Просто отнимите у вашей кошки ненужный белок, она его не съест». То есть даже кошкам оно не надо. А люди? Такому какое дело? Пусть пьют, так? В общем, это источники кальция. Теперь давайте рассмотрим, как фитоэстрогены помогают костям. Как и эстрогены, мы уже говорили, остеокласты становятся менее активными. Ясно, что женщины не должны бы заработать остеопороз, пока они в расцвете лет. Но когда наступает менопауза, тогда приходят проблемы, так? И затем, когда они падают, то ломают бедра. Существует компонент, который им нужен, и этот компонент — гинестеин. Его можно найти в соевых бобах, но еще где-то. Он подавляет деятельность клеток, разрушающих кости, поэтому стоит включить его в свой рацион. Дамы, вам стоит включить гинестеин в свой рацион. Где его взять? В соевых бобах, среди прочего. Неоднократные исследования подтвердили, что фитоэстроген гинестеин почти так же эффективен в предотвращении потери костной ткани у животных, как и примарин, который является одним из наиболее часто предписываемых в качестве замещающей гормональной терапии. То есть гинестеин практически ничем не хуже. Но этот вызывает рак, а гинестеин — нет. Какой вы выберете? Ну, я так, просто спросил. Просто спросил. Ну, где же его взять, чтобы хватило? Знаете, что это за семена? Это лен. Семена льна. Семена льна — это наилучший источник гинестеина в мире. Если вы будете есть семена льна просто так, он сюда войдет и с другой стороны выйдет. И пока. Как вы думаете, что с ними лучше делать? Перемолоть. Положите в миксер и... Затем молодые семена сыпать в бутылку и поставить в холодильник. Когда он на завтрак вместе с мюслями и гранолой, или что вы там на завтрак едите, одну-две столовых ложки семян насыпьте поверх. Или кашу, если едите кашу. Хлеб добавьте, пеките его так. Сколько очков вы поставили за лен? Пять. Теперь вы знаете за что. И, господа, это поможет вам лучше мыслить. Улучшает функции мозга, предотвращает рак простаты. Так что мужчинам тоже полезно. Улучшает минеральное содержание и плотность в костях. Датское исследование показало, что соевое молоко от природы, имеющее высокий уровень фитоэстрогена, в самом деле останавливает потерю костной ткани, которая иначе неизбежна у женщин после менопаузы. Женщины, которые ежедневно пили два стакана соевого молока, дающих 50 мг изофлавонов, в течение двух лет не имели потерь костной ткани из позвоночника. То есть, преимущественно пить соевое молоко, нежели коровье молоко. Коровье молоко вызывает потерю костной ткани. Я докажу это вам по ходу лекций. Мы провели немало исследований по остеопорозу. Во время австралийского исследования, проведенного Королевским женским госпитарем в Мельбурне, женщины в постменопаузе за три месяца испытали 5% повышение минерального содержания костной ткани, принимая 45 г соевой крупы каждый день. Простое включение сои в рацион решило проблему. Эстроген исполняет роль блокаторов. То есть, фитоэстрогены способны исполнять роль эстрогена благодаря схожести молекулярной формы. И эти фитоэстрогены очень избирательны, к чему им стыковаться. Другими словами, на какие рецепторы они реагируют? У нас есть рецепторы в костях, у женщин есть рецепторы в груди, у мужчин есть рецепторы в простате, у нас есть рецепторы в кровеносных сосудах, у нас есть рецепторы в мозгу, и эти компоненты там очень нужны. Есть два типа рецепторов эстрогена. Один называется альфа, а другой — бета. И эстрогены равно стыкуются с обоими. То есть, эстрогены стыкуются с любыми из них. Но как бы избирая, фитоэстрогены предпочитают бету. Это интересно. И это вполне нам подходит, поскольку бета-рецепторы есть в костях, мозгу и в сосудах. То есть, если ваш рацион богат фитоэстрогенами, если вы с утра заливаете хлопья или гранолу соевым молоком, это поможет вашему мозгу, костям и груди. Женщины, вам просто нельзя жить без этого. Это что касается их применения. Кстати, кореянки. Кореянки известны тем, что не испытывают обычные западные симптомы менопаузы. В то время как западных женщин кидают в жар, они изнурены, кореянки уходят на пенсию, ездят по заграницам, как на каникулы. И, знаете, люди говорят, что вся эта соя приводит к слабоумию. Слышали такое? Вы слышали когда-нибудь, что соевые продукты вызывают умственную отсталость? Все наоборот. Говорят, мол, ваши дети станут глупыми. Я спрашиваю тогда, почему кореяне каждый год выигрывают математические олимпиады? Потому что они довольно остры умом, и их питание определенно играет в этом не последнюю роль.